Доброго времени вам, дорогие наши читатели! Доброе время живем, не правда ли? Мирное небо над головой, Родные и близкие рядом, чего еще нужно? Но не всегда было так. В тяжелые годы Великой Отечественной войны Легли тяжким временем на наш народ. И не только войска регулярной армии, Не только взрослые бойцы, Но и совсем юные мальчишки и девчонки Помогли приблизить День Победы Ценой своей героической, отважной, Совсем еще маленькой жизни. Они ковали победу. И сегодня я хочу вам прочитать О том, какой поездик совершил Совсем еще юный, Совсем еще мальчишка, Саша Бородонин. Когда Саша был маленький, Он очень любил поезда. Любил смотреть, как пробегают они мимо поселка, Велькают коричневые товарные вагоны, Пузатые цистерны, длинные низкие платформы. Велькают зеленые пассажирские вагоны, И кто-нибудь вдруг весело помашет Саше рукой. И Саша помашет тоже. Он научился отличать товарные поезда От пассажирских по звуку. Паровоз пыхтит еще где-то далеко, Над лесом поднимается белое облачко дыма, А мальчишки на полустанке уже спорят. Пассажирский, нет, товарный. Нет, пассажирский, нет, товарный. Потом Саша научился отличать груженый товарный состав От порожнего тоже по звуку. «Быть Сашей машинистом, не иначе!» Говорил отец. Когда началась война, Бегать к железной дороге, Смотреть поезда стало еще интереснее. Как-то прошел состав с пушками. В другой раз в теплушках ехали наши бойцы. Вагоны были замаскированы зелеными ветками. «Ура!» Кричали ребята и махали бойцам руками. Теперь поезда ходили без расписания. Однажды, это случилось на третий или четвертый день войны, Поездов не было особенно долго, Но вот, наконец, над лесом появилось Привычное белое облачко. «Пассажирский», определил Саша. Поезд приближался, и тогда ребята увидели, Что стены его вагона взрешечены пулями. Никто не выглядывал из окон, Словно в этом поезде не было пассажиров, И стекла в окнах торчали острыми неровными осколками. Поезд проскочил мимо платформы на полном ходу, Даже не притормозил, И ребята долго еще глядели вслед израненному поезду. Домой они возвращались молча. А потом поезда перестали ходить совсем. Говорили, что немцы перерезали дорогу, Но толком никто ничего не знал. Бои гремели где-то в стороне. По ночам полыхали в небе от близких пожаров, Надсадно завывали самолеты, Немецкие бомбардировщики шли к Ленинграду. Поселок, в котором жил Саша, оказался в тылу у немцев. Сначала немецкие отряды проходили через поселок, Не задерживаясь. Потом какая-то часть осталась на ночь. Утром Саша увидел немца. Немец стоял во дворе и чистил зубы. Он разделся до пояса, снял сапоги. Ноги у него были розовые, распаренные, А вся спина в мелких коричневых родниках. Немец шурился на солнце и гремел умывальником. В прошлом году сюда, в поселок, Приезжали отдыхать двое ленинградцев, Инженер и его жена. Инженер рассказывал Саше о новых автомобилях и самолетах. Он показывал Саше, как смастерить трактор Из двух потушек и резинки, Как сделать модель аэроплана. Он не любил сидеть без дела. Это он прибил во дворе голубой умывальник. Теперь возле умывальника стоял немец И старательно намывал их лицо. До сих пор Саша видел фашистов Только на плакатах и карикатурах. А сейчас живой вражеский солдат Стоял совсем рядом и спокойно мылся. Неожиданно немец повернулся К дому и что-то сердито закричал. Саша разобрал одно слово «вассер». Он вспомнил, что «вассер» по-немецки означает «вода». «Что это он?» Беспокойно спросила мать. «Воды требуют», — сказал Саша. И подумал, пулю бы тебе сейчас, а не воды. Немец жестко нетерпеливо показал, Что умывальник надо налить воды. Саша не двигался с места, Но мать засуетилась, бросилась во двор, Ковшом зачерпнула воду из ведра. Она боялась за него, за Сашу. Саша отвернулся. Он не мог смотреть на это. Вечером он осторожно пробрался на чердак. Там в сене лежала винтовка. Винтовку он подобрал два дня назад в лесу. Винтовка была хорошая, почти новая. Только деревянное ложе расщеплено пулей. Потом он взял мешок и стал собираться. «Я ухожу», — сказал он отцу. Отец долго молчал, он был больным. Лицо осунулось, морщинистое, совсем старое. «Ну что ж, иди», — сказал отец, наконец, И тяжело хрипло закашлялся. На мать Саши не смотрел. Он боялся, что она начнет плакать. Скажет, куда тебе, партизан, мало еще. Но мать только наклонила его голову, Лежала к себе. «Ладно, чего уж», — сказал Саша. Но улица была темно. Осторожно за дворками он вышел из поселка. Лес был совсем рядом. Найти партизан оказалось не так-то просто. Целых три дня бродил Саша по лесным едва приметным тропинкам. Все ждал. Вот сейчас его откликнет партизанский дозорный. Но лес был тих и безлюблен. Только шорохом опускались на землю желтые листья. И тогда он решил воевать в одиночку. Весь день он пролежал в кустарнике возле мостика. Наблюдал за дорогой. Дорога была пустынна. Он уже совсем собрался уходить. И вдруг недалеко за поворотом услышал тарахтение мотоцикла. От волнения Сашу начало трясти. Тогда он плотнее прижался к земле. Дрожь не проходила. Неужели он не сможет выстрелить? Мотоцикл выскочил из-за поворота. Машину подбрасывал на выбоенных. Солдат в темных очках и шлеме крепко вцепился в руль. Перед мостиком немец сбавил скорость. И Саша выстрелил. Выстрела он не услышал. Он только ощутил удар приклада о плечо. Мотоцикл выронулся вперед. Завалился на бок. Саша вскочил и кинулся на дорогу. Переднее колесо мотоцикла, задранное кверху, все еще вращалось. Рядом неподвижно лежал солдат в темных очках. Он был мертв. Саша торопливо снял автомат с немца. А мотоцикл оттащил в сторону и спрятал в кустах. Автомату он отнес в полуразрушенный сарай. Раньше здесь хранили сено. Теперь Саша прятал здесь патроны, продукты. Здесь же ночевал. Как-то ночью по крыше сарая заборбанил дождь. Было холодно, одежда отсырила. Саша долго ворочался, все старался согреться. Уснул он уже под утро. Ему приснился замечательный сон. Будто летят в небе самолеты с красными звездами на крыльях. Будто бесшумно мчатся по поселку танки с красными звездами на башнях. И на всех парах несется по рельсам бронепоезд. Будто идут в атаку наши бойцы. Он проснулся и долго лежал с закрытыми глазами. Ему очень хотелось заснуть снова и досмотреть сон до конца. Но что это? Выстрелы звучали на его. Саша схватил автомат, выскочил из сарая. Пригибаясь, прячась в мокрых кустах, Саша выбрался к дороге. Оттуда тянуло дымом. На дороге горела немецкая машина. Вокруг валялись стрелянные автоматные гильзы. Неожиданно кусты за дорогой шевельнулись. Саша замер. Ветки больше не двигались. Саша чувствовал, что человек в кустах следит за ним. Так прошло несколько минут. Саша не знал, что делать. Выстрелить? А вдруг свой? Встать? А вдруг немец? Наконец, из кустов донесся негромкий окрик. Эй, парень, свой что ли? Саша быстро вскочил на ноги. Навстречу ему поднялся высокий, широкоплечий человек в ватнике с немецким автоматом в руках. Чуть не пристрелил тебя, сказал он и усмехнулся. Откуда ты такой взялся? Партизан ищу, сказал Саша. Ишь ты, а мамка тебя ремнем не выделит? Саша обиженно промолчал. Он всегда выглядел старше своих лет. Рослый, большие руки, широколицый. В отряде он скажет, что ему пошел шестнадцатый. Наверняка поверят. Ишь ты, какой обидчивый, сказал партизан. Ладно, пошутил я. Гляжу, ты автоматом обзавелся. Наверное, надо было рассказать, как он добыл автомат. Но Саша никогда не отличался особой разговорчивостью. Обзавелся, только и сказал он. Ну что же мне с тобой делать? Пошли. Они долго петляли по лесу. Шагали по тайным партизанским тропам. И Саша даже не верилась. Неужели кончились его блуждания по лесу? Его одинокие ночевки в сарае. Саша Бородулин стал полноправным бойцом отряда. Вместе с партизанами ходил он в разведку. Не раз отправлялся на самое опасное задание. Немало вражеских машин и вражеских солдат было на его счету. Голодал вместе с партизанами. Бывало, по несколько дней не видел хлеба. Ночевал нередко прямо в снегу, под открытым небом. Он никогда не мыл, не жаловался. И за это его любили в отряде. Но вот для отряда наступили тяжелые дни. Немцы стремились во что бы то ни стало покончить с партизанами. Третьи сутки отряд уходил от карателей. Третьи сутки 30 усталых, измотанных человек вели бой с четырьмя сотнями отобранных немецких солдат. Ночью каратели дважды окружали партизан. И дважды отряд вырывался из окружения. В темноте отряд запутал следы и оторвался от противника. Но на рассвете вдали снова захлопали выстрелы. Отряд остановился возле узкой тропосики. Лес здесь был редкий, прозрачный. Надо было поскорее уходить из этого леса. Партизаны столпились возле командира. Выстрелы все приближались. Времени оставалось совсем мало. Есть только один выход, сказал командир. Принять бой. Пять человек останутся прикрывать отход отряда. Добровольцы есть? Есть, сказал Бородулен. Есть, услышал он справа. Есть, раздалось сзади. Несколько человек шагнули вперед. В отряде существовал неписанный закон. Добровольцам не отказывают. И все-таки командир колебался. Он смотрел на Сашу. Да вы не бойтесь, сказал Саша. Я сумею идти. Мне же проще. Это было правдой. Он не раз выходил из самых тяжелых положений. Не зря с прошлой зимы поблескивал на его геностерке орден Красного Знания. Однажды, прошлой зимой, после упорных боев с карателями, отряд получил приказ командования перейти линию фронта. Надо было доставить необходимые сведения. Надо было подготовиться к новым боям. Получить оружие и снаряжение. К линии фронта пробирались по ночам. Стояли морозы. У многих партизан давно прохуделись, прорвались валенки. Приходилось обматывать ноги тряпками. Так поступала Саша. Как-то вечером отряд напоролся на засаду. Завязался бой. Партизаны залегли. Двинуться вперед не дал вражеский пулеметчик. И чем дольше длился бой, тем опаснее становилось положение партизан. Услышав стрельбу, немцы могли прислать подкрепление. И тогда Саша и еще один боец поползли в обход. Они ползли осторожно, не поднимая головы. Казалось, что снег скрипит слишком громко. Казалось, что луна светит слишком ярко. Весь отряд, затаившись, ждал. Через несколько минут вражеский пулемет замолк. Партизаны бросились в атаку. Когда к месту боя прибыло немецкое подкрепление, отряд был уже далеко. Саша шел вместе со всеми. И никто не заметил, что он слегка прихрамывает. Только когда линия фронта осталась позади, Саша признался, что ранен. Он не сказал об этом раньше, боялся задержать отряд. Да, Саша имел полное право быть добровольцем. Ладно, коротко сказал командир, оставайся. Он тоже не любил лишних слов. Пятеро остались одни. В лесу горьковато пахло мокрой король, обрелыми листьями. Косые солнечные лучи растекали в воздух. Раньше в такую погоду Саша любил ходить с ребятами по грибам. Среди деревьев, Невдалеке уже мелькали Одинаковые серо-зеленые фигуры. Сухие ветки громко хрустели Под тяжелыми сапогами. Вначале они вели бои все пятером. Потом их осталось четверо. Потом трое. Саша перебегал от дерева к дереву. И все стрелял, и стрелял короткими очередями. Он давно уже оглох от выстрелов. Горячие гильзы бесшумно падали в мух. Потом Саша остался один. Справа и слева немцы еще вели огонь. Но ее никто уже не отвечал. Сколько прошло времени? Саша не знал. Два часа или десять минут. В бою никогда не знаешь, сколько прошло времени. Еще немного. Еще? Говорил он себе. Было жарко. Гимнастерка липла к спине. Сколько же все-таки времени? Успел отряд уйти или нет? Если бы знать. Он перезарядил диск. Немцы были совсем близко. Теперь уже не стоило экономить патроны. Неожиданно выстрелы стали реже. Немцы окружали его. Они действовали очень осторожно. Может быть, они думали, что он не один? Пожалуй, еще можно было попытаться уйти, спастись. Но Саша по-прежнему продолжал отстреливать. Задержать их на несколько минут. Еще только на несколько минут. Он знал, как дорога сейчас для отряда каждая минута. Только сейчас он заметил, что ранен. Левый рукав гимнастерки потемнел от крови. Боли Саша не чувствовал. Он лег и продолжал стрелять. Потом наступила короткая передышка. Кольцо замкнулось. Немцы что-то кричали. Наверное, они предлагали сдаваться. Саша поднял голову и посмотрел на небо. Солнце уже стояло высоко. Над самой головой. Значит, он все же продержался. Не так уж мало времени. Он вдруг подумал, что, может быть, в последний раз видит солнце. Пока шел бой, он совсем не думал об этом. А теперь наступила тишина. Как это? Все останется и его не будет. Хоть бы скорее кончилась эта тишина. Он утер рукавом под салба. Вынул гранату и стал ждать. Граната его не подведет. Пусть только они подойдут поближе. Немцы были уже рядом. А они совсем осмелели. Саша уже видел их сапоги. Один немец наклонился и что-то сказал. В ответ раздался взрыв. Отряд уходился глубже. И глубже в лес. Все слабее становилась там. Позади далекая перестрелка. Выстрелы звучали все реже. А потом их не стало слышно вовсе. 25 человек молчали. Продолжали упорно идти вперед. 10 ноября 1962 года в Таврическом саду Ленинграда был открыт памятник юным героям, погибшим в дни Великой Отечественной войны. Этот обелиск поставлен в память отважного пионера Ленинградской области Саши Бородулина. Таврическом саду Ленинградской области Саши Бородулина. Это все! Саша又 и эпизод tack. Ленинградской области Саши Бородулина. После встречи в МанькулThey. Продолжение следует...